ребята всем привет сегодня мы отправимся в кафешку типичную китайскую дешевую и очень известную русские называют ее пакман посмотрим что там едят что сколько стоит оценим вместе с вами что пойдем привет идем любимое место настоящая аутентичная китайская еда там обычно я когда там ем сидят ну если в обеденный перерыв попадал там сидят рабочие в касках там всякие такие работяги то есть настоящее то что едят китайские работяги вот это и мы будем есть да не знаю может лапшу какую-нибудь может которая сутка и вот это ну вот он пакман сяо да заходим пойдем ну здесь как всегда чисто так все такое сюда грязнова таких вот она значит мы заказали пельмешки очень классные традиционные я их обожаю вообще и я твой фан это утка если перевести это будет типа путиная нога еда то есть рис с уткой какой-то там салатик будет еще сейчас сейчас все увидим вот оно меню тут по моему нету ничего дороже 20 юаней то есть самый самый эконом класс примени принесли просто моментально считаем значит сколько 9 отлично некоторых 8 в некоторых местах 10 ну в основном 89 но растут 9 значит нам повезло надо налить уксус уксус вот он наливаем сначала уксус потом этой приправки ну тут перец острый перец разбавленный водой по идее там соль еще обычный перец ну достаточно острое но чтобы по-настоящему понять вкус этих пельменей обязательно нужно обязательно нужно добавить туда этого перца это приправки сейчас продегустируем и так какая тут на меня смотрит вот это вот окунаем прокалываем палочки пельмешку чтобы уксус приправкой залезли внутрь затекли внутрь пельмени и потом божественно в таких кафешках то что что удобно то что есть сюда меню который на стене любой человек даже если вообще не знает китайскую кухню может по картинкам выбрать кое все выцвевшие вообще все равно что-то видно обязательно должен быть мусорничек рядом со столом очень удобно я считаю что российские рестораны в этом значительно вступают китайский скомкнул бумажечку мы ее вернем сюда отлично что у нас есть тут вот куриные ноги собственно их тут целая целая бадья покажи серёг вон там лавровый листочек плавает все все как у людей тут у нас яйца сосиски и тофу тоже все очень вкусно у нас есть свинина это если заказывать то же самое можно заказывать комплект рис доуфу яйца салатик и дальше мясное на выбор либо утина либо курина либо свинина и все очень вкусно я люблю утку я уже съел на тысячу уток и и джон бок макана лайлана дай вам вам дайют ютуб значит сейчас у нас все это все это здесь и что теперь нужно сделать надо теперь выставить правильные настройки уксус в грязной бутылке это важно калашматим чтобы весь тот осадок дом и поднялся наливаем по окружности и потом берем опять эту приправку и тут даже немножко но острова не любим вот и теперь вот это мы будем есть очень вкусно и стоит это все пельмешки юаня 6 я думаю курс сейчас примерно один 10 то есть это 60 рублей да и это юаня 15 примерно в разных местах по разному то есть 150 рублей того 210 рублей очень аутентичная китайская вкусная еда 400 рублей 真的 нервис это не у меня все желательно что делать которые припятой м в 4 в Я уже 7 лет. Украина, да? В Китае, украина, украина, украина. Мы, украина, украина, украина. Китай сказал, что китай хорошо, потому что в Китае есть сеть вот этих… Восхитительных ресторанчиков. И он сказал, ну да, типа, у нас тут нормально, мы потихоньку развиваемся. И мы хоть и не ездим, допустим, часто за границу, но нам и тут хорошо. То есть такой смысл, что всего нам хватает, мы счастливы здесь. Посмотрим, что у нас тут. Вот, мне повезло, Виталий говорит, мне достался лавровый листик. Что тут у нас еще? Тофу. Тофу жареный. Морковка. У тебя не морковка, это китайская какая-то бодяга, я не знаю даже, что это. Ну и капуста. Окей, китайская бодяга, капуста, яйцо, рис. Даже одна штучка зеленого горошка досталась. Тоже неплохо. Попробуем яйцо. Обычное яйцо. Не в чай свареное, не в каком-то соусе, просто яйцо-яйцо. Ничего особенного. Попробуем тофу. Вкус немного странный. Даже не знаю, с чем его сравнить. Мы же в Китае. Да. Я не знаю даже. Вообще мало похоже на еду, если честно. По вкусовым ощущениям. Да ладно. Как будто я не знаю хлеб какой-то перемоченный, пересушенный. На самом деле обычно тофу очень вкусное. Странно очень. В этот раз что-то не повезло. Да нормально, отлично. Я считаю все очень даже по высшему разряду. Примерно… Мы не могли бы даже показать именно новую раз Surface 小起. Мы сами поймали Leeа-каса. Да. Да, очень сладкий. Внутри яйцоific 이건 cover нефиль, которые были Comm Physics У У нас очень много Иных fishermanов. Like сейчас мы всегда поездались области. Да, у меня есть тоже есть. У меня есть главное. Он сказал, что эта сеть ресторанов из провинции Фуцзянина по-русски, по-китайски Фуцзянин. И говорит, если вы хотите покушать настоящий шассиен, откуда эта сеть и возникла, то вам надо туда ехать. И он показал некоторые блюда, которых тут нет. Типа, что только в той провинции вы сможете полностью ощутить, как прекрасна эта сеть. Он спросил, откуда мы, ну я сказал, что я с Украины, а Серега с Россией. И он спросил, типа, а вы понимаете друг друга? Ну я сказал, что в регионе, где я живу, мы говорим все по-русски и понимаем русский язык. И он сказал, типа, кажется, в Советском Союзе это была одна страна. Что удивительно, то есть он понимает что-то. Я сказал, да, была одна страна. Утка. Попробуем утку. Утка всегда зачетная. Ну немного пересольная, конечно, но вкусная очень. Мы когда были в Ашане, мы искали долго... Мы попали в такой район, там были одни дорогие рестораны, мы искали долго где поесть. Тоже наткнулись на эту сеть. И там возле нее сидела куча рабочих, ну таких, которые дорожную работу делают, вот таких. Мы туда зашли и на нас так смотрели все, как будто, я не знаю, но это немного странно выглядело. Это нормально. Часто, особенно в отдаленных от центра районов, показывают пальцем, говорят, о, иностранец, о, нос какой большой. И так далее. Ну это нормально, к этому привыкается потихоньку. Хорошо. Можно, конечно, еще что-то скушать, но перекустили немножко и хватит. Вот мы наелись, вот Виталь на тарелку сейчас покажу и свою. Я тоже, в принципе, наелся. Виталь, еще пельмени этих клубит. Санчиба. Санчиба. Хорошо, да, когда наешься, Виталь? Да. Сразу настроение хорошее. Жить, как говорится, хорошо, а хорошо жить еще лучше. Значит, про пельмешки я угадал, 6 юаней, а вот эта утка с рисом 16 оказалась. То есть, 160 рублей в этом сейчас курсе. То есть, у нас вышло 34 юаня, да? 38. 38. Две порции гарнира этого с уткой 32 и 6 пельмешек. Что удивило, мы с китайцем общались, но он понял, что мы снимаем видео, и он предложил приехать куда, в Фуцзян, попробовать местную еду. Он, наоборот, подыграл, как бы помог снять видео. Он не стал возмущаться, как бы в России была большая вероятность, что что-нибудь начали, ну, там, либо не стали, либо ничего рассказывать. Но часто такое у нас бывает, так как-то негативно относятся. Но китайцы всегда отношения более чем лояльны.